Под Челябинском задержали предполагаемого лидера, запрещенной на территории Челябинской области, секты Орда. Женщину также подозревают в доведении до психоза своего адепта. Как лечение розгами и плетками ломают психику доверчивым челябинцам? В репортаже корреспондента агентства чрезвычайных новостей Эльвира Хафизовой. К жительнице поселка Первомайский силовики нагрянули рано утром. Дама никак не ожидала увидеть на пороге сотрудников ФСБ. Федеральная служба безопасности. У нас есть постановление судебное о проведении мероприятий оперативных. 46-летняя женщина, по данным сыщиков, три года являлась руководителем деструктивной организации Орда. В 2017 году она сложила свои полномочия, но не знала, что за ней ведется оперативная срежка. Оказалось, одна из ее послушниц начала себя вести неадекватно, говорить, что за ней гонятся духи. Дочь пострадавшей сразу обратилась с заявлением в полицию. Уголовное дело по факту возбудили еще в июле. Вот только доказательств ее вины не было. Но после обысков сотрудники ФСБ обнаружили запрещенную литературу, плетки и другие предметы для проведения обряда. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 239 Уголовного кодекса Российской Федерации «Создание организации, пощегающей наличности права граждан» и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью». Напомним, деятельность секты запрещена судом в 2014 году. Суть деструктивной организации такова. Без специального медицинского образования представители Орды определяют диагнозы и исцеляют якобы с помощью душ умерших. Людей избивали розгами, говорили, что это часть лечения. Кроме того, в организации пытались воздействовать на сознание своих адептов и запрещали обращаться к врачам. Ранее силовики нагрянули к другому предполагаемому организатору запрещенной секты Орда Айслу Даунбаевой. Сотрудники ФСБ во время обысков обнаружили запрещенную литературу и плетки, которыми она якобы исцеляла своих адептов. А судя по этим спискам, которые оперативники нашли у нее дома, приходили к ней часто. Один прием, по всей видимости, стоил 500 рублей. Уберите, пожалуйста. Не трогайте ничего, мы отсюда седу. И вообще, увидите вы сейчас. Только хватит. Санкт-Петербург. А откуда такая агрессия, женщина? Сейчас Айслу Даунбаева и ее подруга Светлана Платонова, которые по версии следствия довели 42-летнюю послушницу до сумасшествия, находятся в СИЗО. Им вменяют в создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. Теперь дамы могут попасть за решетку на 14 лет. Эльвира Хафизова, 31 канал.